На неделе в Казахстане запустили сайт по поиску фронтовиков-соотечественников Батрларгат Ахзэм. Тестово проект стартовал еще в прошлом году, сейчас функционал сайта заметно расширен. Теперь каждый казахстанец может внести свой вклад, дополнив информацию о ветеранах. Так семья Абдекаримова-Мирзакова несколькими поколениями искала своего брата, дядю, деда. Спустя 77 лет останки казахстанского бойца нашли в братской могиле в Калининградской области. И только пару недель назад родственники в Астане смогли получить землю с братской могилы и увековечить память войны на кладбище близ столицы. Наш корреспондент Батагос Айджанова связалась с родственниками погибшего казахстанца. Это письмо написано 2 июня в 1944 году. Оно еще не последнее. Фронтовые сообщения казахский учитель, старший сержант гвардии Абдекаримов-Мирзаков старался отправлять часто. Солдат, ушедший на войну в 18 лет, каждое письмо начинал с приветствия отца, матери, брата Таира и других родственников. Интересовался здоровьем, сообщал свои новости. Сидя в окопах, старался писать разборщего. Эти письма уже через десятилетие перечитывала внучка. Наш отец столько искал. Братья искали, не могли найти его. 9 мая каждый год собирались, читали все эти письма. Отец все сообщения собирал. Мой папа работал 50 лет на железной дороге. Там и получал. Все собирал. Пару лет назад в окрестностях российского поселка Красновка Зеленоградского округа поисковики нашли воронку с останками восьми советских воинов. Тела солдат лежали друг на друге. При погибших найден орден Красной Звезды, три медали за отвагу, одна из медалей и помогла установить личность нашего земляка. Хотелось бы найти родственников, передать останки, но потом выяснилось, что останки не могут передать, так как это была общая могила. Но благодаря той медали, которая там находилась, дала именно почву того, чтобы установить имя нашего героя. Мы нашли уже родственников. И расчувствовалась, и радовалась, и прыгала от счастья. Слезы наворачивались. Как только услышала, тяжело было воспринимать. И вот спустя 77 лет с помощью поисковиков нашли. Пару недель назад ночатые племянницы Рабиге Мауленовой, которая продолжила поиски своего отца, вручили небольшую урну с землей с братской могилы. На перезахоронение в Калининградскую область родственники поехать не смогли. Но близ Астаны гвардии старшему сержанту Омерзакова установили памятник у захоронения его отца и матери, Омерзака и Алимыда Споловых. Прошло вечность длиною 79 лет с той поры. И вот земля с места захоронения и медаль за отвагу за номером 463923 прибыла в Казахстан. Я считала своим долгом завершить начатую работу пока еще в силах. Подумала, наверное, отец, будучи даже в том мире, искал. Никто не мог даже предположить. Семейный альбом хранит его характеристики, благодарности, свидетельства о рождении. Родился он 6 октября 1923 года. В 1940 году Абдакарим с отличием окончил школу и стал работать учителем в железнодорожной школе номер 72 станции Акмолинск. Мобилизован в октябре 41 года. С апреля 1942 года участвовал в боях на Калининском фронте. Абдакарим Умирзаков служил в 277-м стрелковом полку 91-й стрелковой дивизии и погиб при боях в разгроме земландской группировки фашистов в феврале 1945 года, не дожив до дня победы 3 месяца. Абдакариму было не полных 23 года. За особые заслуги в обороне был награжден орденом Красной Звезды, которую не нашли, и медалью за отвагу. Воевал в Смоленске, Беларуси, Литве. Когда наша пехота продвигалась вперед, по ней противник из ЗОТа ввел пулеметный огонь, не давая возможности продвигаться. Амирзаков лично выдвинулся с оружием ВТР, несколькими выстрелами под ЗОТу навсегда заставил замолчать пулемет противника. Затем перенес огонь своего оружия по открытой пулеметной площадке противника, прислуга которого также замолчала, что обеспечило дальнейшее продвижение наше страховое подразделение по обладению Гарбатовской высотой. 28 августа 1943 года командир отдельного страхового батальона майор Гапонов. Всего в годы Великой Отечественной войны из Казахстана было призвано около полутора миллиона человек. Не все вернулись домой. На полях сражения остались около 600 тысяч человек. Больше 270 пропали без вести. Поиски продолжаются. Из 8 тысяч поданных заявок волонтеры Атамна-Наманата отработали больше половины. Весточку обрабавших родных получили порядка 5 тысяч человек. Родственников мы разными способами разыскиваем. Конечно, обращаемся и к журналистам, чтобы они публиковали, либо выпустили репортажи, пишем письма на местную власть Акиматы. Помогают нам очень сильно волонтеры, поисковики, которые здесь находятся, общественность. Благодаря вот этим действиям, которые люди видят, и неравнодушны к этому способствуют. Кто-то, допустим, проживал в этом районе, в этой деревне и знает. Сразу же начинается такая, ну, как цыганская почта, переписка. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в пены шуравлей. Все меньше остается тех, кто может рассказать, о чем думал, что чувствовал, что видел солдат, готовясь к атаке или выходя из боя. Письма. Настоящая драгоценность для нас и для тех, кто тогда оставался в тылу. Такого количества, как во время Великой Отечественной войны, не писали, возможно, никогда. По некоторым данным, почтовые службы доставили до адресатов около 6 миллиардов сообщений. А некоторые фронтовики ожидали почтальона больше, чем полевую кухню. Строки, написанные близким и родным, помогали выжить, вселяли надежду и укрепляли боевой дух. А сегодня они бережно хранятся в семьях и передаются из поколения в поколение.